Пока звонки угрозы не было, но я так надеюсь, что... Но все равно я боюсь за свою жизнь. Из страха за свою жизнь женщина не показывает свое лицо. Гульнос опасается, что родственники ее знакомой, которая заказала убийство, начнут мстить. Здесь сын, дочка у нее здесь, а я тут одна. Боитесь, что вам отомстят ее родственники? Да, я боюсь этого, его родственники мне отомстать. Хотят отомстить, я вот этого боюсь. Но вы в полицию сообщили об этом? Да, я в полицию сообщила. Что они вам порекомендовали? Сказали, что они мне обеспечат. Охрану? Да. О том, что 53-летней уроженке Узбекистана понадобятся на Камчатке охрана, она даже предположить не могла. На полуостров Гульнос приехала 12 лет назад. Быстро оформить гражданство обещала ее землячка. За 10 тысяч долларов. Однако, забрав деньги, документы она так и не сделала. У Шаира, говорю, когда у меня документы, я уже переживаю. Говорю, вот, надо делать. Завтра, завтра, вот, этого начальника нет, того нет с Москвы. Я все поверила на честное слово. Все это продолжается месяцами. Я, где на работу не хожу, она приходит, ну, меня грязу обливает, они меня увольняют с работы. После штрафа за отсутствие документов Гульнос обратилась за помощью к другим людям и оформила гражданство. Теперь у нее есть и жилье, и высокая должность. После назначения меня председателем, у нее, наверное, опять что-то возбудило ее. И вот она хотела меня убрать. Женщина уверяет, что старый долг она уже давно простила. Вспомнить об этой истории пришлось после звонка из полиции. С восьмого узнала, что меня должны сегодня убить. Вот это, я просто бы, ну, как бы, как я женщина, как я ее жалею, ну, как бы, мне в таком возрасте, она, ей 56, мне 54. Мне, с одной стороны, жалко, я не знаю, почему она это сделала. По версии следствия, землячка Гульнос попросила своего знакомого за 100 тысяч рублей убить ее. Однако, так называемый исполнитель обратился в полицию. Вместе с сотрудниками они инсценировали убийство и в качестве доказательства предоставили заказчице фотографии. Под контролем сотрудников правоохранительных органов мужчина встретился с заказчицей убийства, в ходе которой последняя подтвердила свое намерение убийства своей знакомой и передала часть денежного вознаграждения в размере 25 тысяч рублей. А также в качестве доказательства совершения убийства потребовала после совершения преступления предоставить ей мобильный телефон жертвы. Подозреваемого задержали. Сейчас она в следственном изоляторе. Признавать свою причастность к совершению преступления женщина отказывается. Начину задержания знаете? Не знаю. Подозреваетесь в организации убийства. В организации убийства подозреваетесь. Идти в суд, где она снова встретится с заказчицей, Гульнас тоже не хочет. Да и сейчас в своей безопасности она не уверена.